Продолжение следует... 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 которая, наверное, у них больше времени было передат этими играми. Две недели наши ребята готовились к матчам. Но, тем не менее, тоже за две недели много чего не наиграешь. Продолжается у нас игра. Англичане бьют в аут. И теперь уже коридор сборной команды России. Продолжаем наш репортаж. Пока небольшая пауза. И оказывают помощь кому-то из игроков сборной английских графств. Напомню, как проходил первый матч. Счет открыла наша команда. Я уже сказал. Никита Чурашов с помощью перехвата совершил попытку по центру ворот. И сам же ее реализовал. На что в первом тайме наши соперники ответили двумя заносами. И одной реализацией 12-7. Во втором тайме хорошая размашистая атака сборной России. Закончилась тем, что Денис Машкин нашел в центре защиты соперника Деру. И туда пробежал. И прямо по центру снова приземлил мяч. Однако последнее слово осталось за нашими гостями. Главный арбитр встречи Пабло Дуарте. Протугалец. Именно он обслуживал тот матч. Зафиксировал техническую штрафную попытку. После нескольких нарушений нашей команды в назначаемой схватке. И таким образом 19-14 выиграла сборная английских графств. А у нас вброс на конец коридора. И наши ребята неплохо продвигаются. Идет давление. Уже метров 5-7. Наши ребята выиграли. Давление продолжается. Разрушается мол. Но мяч по идее должен у нас остаться. Спадони все контролирует. Чурашов. Дальше. Подключается 13-й номер. Александр Будыченко. Его захватывают. И игра вперед. Видимо у Саши как раз Будыченко. Ну что ж. Неплохо так наши ребята ответили. Жаль, что вот Будыченко сыграл вперед. Но тем не менее показали не то что зубы, а зубки. Давайте так это назовем. На первых минутах матча сборная команда России. Сказал я, что главный арбитр встречи итальянец Андреас Падони. Он работал и на Кубке Европейских чемпионов в Санкт-Петербурге. И в прошлые выходные обслуживал матчи Европейских. Этап, что добавило всем нам и ребятам, конечно же, дополнительных положительных эмоций. И вот сегодня Спадони обслуживает второй матч. Второй тест-матч сборной. Молодежной сборной России и сборной английских графств. А у нас матч продолжается. Англичане на руках пытаются из своей зоны выйти. Дальний удар. Да, сделали один удар они и дали уже ногой. Мяч улетает в аут. И снова коридор нашей команды. Приятно не покидает мяч половину поля англичан. При том, что, да, помните, начало встречи было за нашими соперниками. Тоже они был момент, атаковали в 22-метровой зоне. Но потом последовала потеря. И наши ребята хорошо, грамотно перевели игру на половину поля соперника. Сейчас здесь атакуют. Вот так получилось в этом году, что июнь месяц такой небогат. На события в чемпионате России. Сейчас сборная команда наша 12-го в ночь на 13-го улетает в Америку, в Канаду, где проведет два матча против сборной Канады 18-го числа в Калгари и 25-го против США. Сборная США. Поэтому чемпионат сейчас прекращен. Остановлен, ох, как жестко. Жестко встречают нашего игрока, но в пределах, не в пределах правил. Сейчас рядом с вами находится Владимир Викторович Бобров, знаменитый всем игрок. Многократный чемпион СССР, неоднократно бывший самым результативным игроком. Чемпионат СССР, работавший и главным арбитром долгие годы. Сейчас я узнаю у него, за что отдает арбитр. Да, Владимир Викторович все разъяснил. Игрок не захватывал, а подсел под нашего регбиста. Да, сейчас я на повторе вижу, показывает мне оператор. Подсел, это не захват. И, соответственно, нарушение правил. Была желтая карточка? Желтая карточка. Да, шестому номеру сборной команды Англии. Это у нас Джек Томас, капитан команды. А Никита Чурашов готовится пробить штрафной. Вдаление составе команды сборной игроков Англии. Подарет шестой номер Томас Яков. Десять минут наша команда делала в противстве. И пробик точно штрафной. Ну что ж, Никита Чурашов делал то, что в данной ситуации мы от него ждали. Забил по центру и 3-0. Сборная команда России выходит вперед. Никита Чурашов, набравший в прошлом матче 9 очков, добавил еще 3. И уже того у него 12 очков по сумме двух матчей. Смотрим, что у нас будет дальше. Девятая минута встречи. Наверное, Никита забил на восьмой. Да, какое-то время уже прошло. Ну, будем считать. Давайте девятая минута встречи. Никита Чурашов. Здорово, как играет после начального удара пятый номер сборной Англии Джеймс Аперли. Он ловит мяч. Игрок второй линии. Дали удар ногой по земле. И отложенный штраф, если можно так сказать. Не реализовано преимущество. Не откатывался наш игрок в раке. За что Андреас Падони наказал его штрафным ударом. И теперь хорошая возможность у наших соперников сравнять счет в матче. Посмотрим, что выберут они. Они выбирают удар поворотом. Характерный знак Андреас Падони. И у мяча десятый номер сборной Англии. Льюис Деннет. Именно он сейчас будет стараться восстановить равновесие в счете. Десятая минута у нас заканчивается. Но, наверное, уже на одиннадцатой минуте будет этот удар пробит. Начал я говорить во время атаки сборной России. Что чемпионат России сейчас практически до начала июля прекращен. Паузу взял, если можно так говорить. Сборная России отправляется в заокеан, чтобы сыграть со сборными Канады и США. Наша команда уже заехала в Новогорск. И сегодня провела тест-матч с ВВА Подмосковьем. Счет становится 3-3. Одиннадцатая минута. Льюис Деннет сравнивает счет и восстанавливает равновесие ничья. Так вот, сегодня наша команда провела тест-матч. Ну, такой тренировочный тест-матч в формате 3 тайма по 25 минут. Точный счет я вам не скажу. Но, по моей информации, сборная команда России выиграла с разницей в две попытки. Удары по воротам сегодня не бились. Наверное, счет этого матча не совсем важен. Главное, что наша команда получила в тренерский штаб какую-то пищу для размышлений. Ребята постарались как-то сыграться после паузы. Напомним, с марта месяца сборная России не собиралась. Последний матч против португальцев был 19 марта в Кубке Европейских наций. У нас встреча продолжается. Восьмой номер нашей команды ловит мяч. Это Максим Егоров, представитель Акрасного Яра. Его захватывают. Враги поработаем, ребятки. Хорошо. Иван Кириллов еще бьем нападающими. Хорошо ногами наш игрок работает. Спадони зафиксировал нарушение правил. Видимо, не отпускали нашего игрока. Надо отпускать. Релиз, так называется это, момент в регби. И желтая карточка ждем мы. Или нет? Консультируется Спадони с игроком сборной английских графств. Да, видим повтор. Не отпускали. Отпускать надо нашего игрока, когда он оказывается на земле. И только после этого, отпустив, можно бороться за мяч. Этого сделано не было. И Никита Чурашов уже установил мяч на точку и будет пробивать по воротам. Десятый номер нашей команды. Никита Чурашов. Заканчивается 12-я минута матча. Давайте посмотрим, что выйдет у Никиты. Молодец. Никита забивает. Счет становится 6-3 в пользу сборной России. Тринадцатая минута матча. Никита Чурашов. Молодец пятый. 6-3 в сборной России. Ну что ж, 6-3. У нас сегодня события развиваются намного быстрее, чем они развивались в первом матче. Уже 9 очков команды набрали. Но мы, конечно же, ждем попытки. И желательно попытки сборной команды России. Можно играть. Хорошо играет. Это первый номер нашей команды был. Евгений Мишечкин воспользовался неразберихой соперника и забрал мяч. А это Никита Чурашов. Его захватывают. Он хорошо падает. Кладет мяч на свою сторону. Дальше атака продолжается. Низко наш игрок идет. Забираем свой мяч. И дальше удар ногой. Удар ногой. Ой, 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 дорогие мои друзья. Что же за грубейшая ошибка? Дарим мы на 14-й минуте матча попытку сборной команды Английских Грасс на пустом месте. Очень обидно. По-моему, 13-й номер. Сейчас посмотрим повтор. Да, 13-й номер команды Алекс Гоббл. Не знаю даже сказать, воспользовался. Мне такое впечатление, что мяч сам ему в руки пролетел. Ему оставалось только добежать там 25 метров 30 до зачетки. Что он и сделал. И счет становится вот так вот. 8-6 в пользу сборной Английских Графств. И впереди реализация. Десятый номер у мяча Альюис Деннет. Очень обидно, конечно. Наша команда так хорошо начала встречу. Повела в счете. Снова вышла вперед. И вот так вот на пустом месте. Непонятно совершенно. Удар ногой. Если уж бить, конечно, надо было бить намного выше. И, наверное, намного раньше, чем это сделал наш игрок. Кто это был? Кто-то из трехчетвертных, из центрального центра нашего веера. Либо это был Коник Петр, либо Саша Будыченко. Потом мы на повторе разберемся. Забивает. Левша Льюис Деннет забивает на 15-й минуте реализацию. И делает счет 6-10. Англичане немножко оторвались в счете. Плюс 4 они ведут. Возвращаемся на стадион Слава, где сегодня проходит второй тест-матч между молодежной сборной России и сборной английских графств У-20. Идет у нас 16-ая минута первого тайма. Счет 10-6 в пользу гостей сборной английских графств. Они сейчас атакуют со своей половины поля на руках. Егоров Максим пытается в раке мяч забрать. Его хорошо зачищают. Англичане атакуют. Я называю все время сборной английских графств англичане. Ну, конечно, как мне сказали перед игрой, руководство команды, тренерский штаб, в команде игроки есть и из Шотландии, и из Уэльса. И вообще, как я уже сказал, ребята собрались в Лондоне впервые. То есть играют они практически с листа. Собственно, как и наша команда. Поэтому интересно будет понаблюдать и за той командой, и за нашей. Наша сборная, конечно, была создана в первую очередь для того, чтобы дать игровую практику игрокам до 20 лет. 97-й год рождения, 96-й. Чтобы ребята не застаивались, имели какие-то возможности проявить себя. И сегодня на этом матче присутствует тренерский штаб сборной России. И Александр Юрьевич Первухин, и тренер Енисеев, Акиль Валеев. Ну, весь наш тренерский штаб, генеральный менеджер сборной Гудзорик Масандилов. Все сегодня смотрят за этой игрой. Конечно, надеемся, что кто-то из ребят себя проявит. И Александр Юрьевич даст шанс проявить в команде. А наши ребята еще раз крадут мяч у соперника. Но крадут теперь с нарушением правил. Игра вперед. Это игрок в повязке. Первый номер это Евгений Мишечкин. Именно он при подборе мяча сыграл вперед. И схватка сборной английских графств. Ну, практически в районе 10-метровой линии на половине поля сборной России. Первая встреча прошла в воскресенье, 5 июня. Наверное, не все, кто хотел, посетили этот матч. Все вы знаете, что параллельно проходил турнир, этап европейской гран-при серии по регби-7 на стадионе Октябрь. И кто-то, может быть, наверное, не успел оттуда приехать. Кто-то, наверное, уже сил перед рабочей неделей не было добраться. Но вот сегодня у всех любителей регби, кто хотел посмотреть и за нашей командой, и за сборной английских графств. Есть такая возможность. А сборная России атакует. Ну, вот уже третий мяч наши ребята крадут. И теперь уже англичане нарушают правила. Да, снова мне подсказал Владимир Викторович Бобров. За разговоры с арбитром получает штрафной игрок сборной английских графств. И Никита Чурашов выбивает мяч в аут. Хороший удар Никиты. Где-то в районе, где-то, наверное, метров 25-27 до зачетного поля сборной английских графств. Посмотрим, что придумают наши ребята. Второй номер. Ренат Шиповалов, представитель Енисея СТМ, будет вводить мяч в игру. У нас полный коридор. Что придумают ребята? Перемудрили, сами себя обманули, но мяч, слава богу, забрали. Атакуем. Нет аута. Хорошо, вывели. Вижу мяч у нас Кириллов, Мишечкин. Тут же на зачистку идет Дроздов, Чурашов. Рак. Хорошо, наши ребята контролируют мяч. Еще раз вправо. Чурашов уже здесь. Очень хорошо Никита Чурашов перемещается. Наша команда продолжает атаковать, но выдавливают англичане на пару метров назад. Еще раз хороший захват. Сохраняем мяч в левую сторону. Чурашов внутрь. Хорошо запускает. Не вижу кого. Кириллов. Один-один наш игрок. Надо быстрее к нему идти на поддержку, иначе не успеем зачистить. Успеваем. Все хорошо. Слева стоит Мишечкин. Готов на прием мяча, но пас следует вправо. Уже по правому краю наши смогли немножко линию пробить и зашли в 22-метровую зону соперника. Рак. Продолжается атака сборной России. Захват. Надо же помогать. Ребятки, надо помогать. А то промедление это потеря мяча. Чурашов запускает. Двойной крест. Хорошо наши ребята сыграли сейчас. Кириллов, Мишечкин на месте. Женя получает мяч. Его захватывают. Но тем не менее мы его мяч сохраняем. Нарушение правил. Кто-то из англичан из рака вылетел. Вернее его зачистили, что называется. Спадони не дает быстро разыгрывать. И желтая карточка игроку сборной английских графств. Вот вы видите, один удаленно ушел. С поля другое место него вышел. Не поиграют англичане. В 13 игроков, но в 14 снова они будут играть в меньшинстве. Кто удален, жду. Восьмой номер. Удален Адам Брэнкли. Именно он будет отбывать штраф 10-минутный за желтую карточку. Желтая карточка за нарушение в раке. Снова мы будем играть в большинстве. Надеюсь, ребята не повторят ошибок. И в большинстве мы уже вторую попытку не пропустим. А сами постараемся занести. Но вот так вот настроен довольно-таки серьезно Андреас Падони. Вторая желтая карточка буквально ровно за 20 минут. А у нас у мяча Никита Чурашов. Готовится долго Никита, несмотря на то, что позиция такая забивная. Забивает Чурашов. 10-9. Никита Чурашов. 21-я минута матча. 10-9. Впереди сборная английских графств. Возвращаемся на стадион Слава. Начальный удар после штрафного сборной английских графств. Хорошая свечка. И снова англичане забирают. Но теперь уже посредством игры вперед. И снова пятый номер набегал. Хорошо. Это Джеймс Аперли. Помните, в предыдущий раз он так же набежал, но забрал мяч чисто. Сейчас чисто не получилось. Получилось с игрой вперед. Паузу в игре. Давайте о запасных я расскажу. Сборная английских графств. В запасе у этой команды заявлено 6 игроков. Номер 16-й. Уилл Шолли. Номер 17-й. Зиана Алекс Понту. Номер 18-й. Макс Берри. Номер 19-й. Кем Прайс. Номер 20-й. Джек Харрисон. И номер 21-й. Тим Битриум. В следующей паузе о запасных сборной команды России. А пока атака нашей команды. Суслов. Кириллов. Атакуем. Зачищаем. Все нормально. Кириллов забирает мяч из Рака. Чурашов. Дальше. Ну а если дать? Сам-сам. Идет наш 13-й номер. Саша Будыченко. Рак. Забираем мяч. Кириллов. Атакуем. Атакуем. Зачищать надо. Хорошо. Мяч у нас. Кириллов. Чурашов. Выбегает вперед игрок сборной английских графств. А эта игра вперед была на мой взгляд. Да. Настолько явно, что конечно же тяжело было здесь не заметить. Даже из нашей комментарической кабины все было видно. Так же как было Андрея Спадони. Видно, что был пас вперед. Схватка сборной команды английских графств. Напомню. Наш соперник играет в 14 человек. Причем это уже вторая желтая карточка. За 20 минут. Сначала нарушение заработал капитан команды Джек Томас. Шестой номер. Ну а теперь поле покинул уже Адам Брэнкли. Стягивающий сборной английских графств. У него он провинился, нарушив правила в раке. Напомним. 10-9. Впереди сборная английских графств. Минимальное преимущество. Мы защищаемся. Хорошо. Англичане разыгрывают. Игрок с мячом переворачивается. А можно ли это делать? Задаю себя вопросом. Но, видимо, можно, если Андреас Падони не фиксирует нарушение. Снова мне помогает Владимир Викторович Бобров. Говорит, что была динамика. Конечно же, ему виднее. Нарушения, значит, не было. Проспали мы прорыв. Игрок с сборной английских графств по первому каналу. Атакует пятый номер. Этот парень, который хорошо очень играет при набегании во время начальных ударов. Пятый номер. Снова был в атаке. Джеймс Аперли. Атака сборной английских графств продолжается. Несмотря на то, что эта команда играет в меньшинстве, она очень хорошо атакует. И вот выбегает доктор наших соперников. Удар ногой. И очень опасно. Может быть? Нет. 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 Слава богу. Наш парень. Наш игрок был первым на мяче. 22. Удар соотскока. Нас ждет. А вообще, конечно, схватка. Видимо, наш игрок, поймав мяч в 22-метровой зоне, может быть, забежался. Зачетка уже. Или было касание. Видимо, было касание. Было касание. Поэтому наш игрок уже не мог приземлять мяч. Не мог приземлять мяч. Ему нужно было выбить. Получилось так, что он его приземлил. Поэтому вижу я на повторе. Сейчас смотрю как раз повтор. Тяжело сказать, но спадони опять же виднее. Наверное, было касание. После этого приземление в 22-метровой зоне. Соответственно, схватка в 5 метрах. А это очень опасно. Напомню, в первом матче сборная английских графцев занесла попытку, техническую попытку, после двух или трех подряд нарушений наших ребят в назначаемой схватке. Именно в 5-ти метрах от зачетного поля. Поэтому сейчас как-то тревожно становится. Но посмотрим. Будем надеяться, что наши ребята выстоят. Тем более, играем мы пока в большинстве. Идет 26-ая минута первого тайма. Минимальное преимущество сборной английских графств 10-9. Переталкивают англичане нашу команду. И это попытка. И снова попытка в меньшинстве. На 26-ой минуте ждем автора. Техническая попытка сборной Красной Англии. 15-9. Среди сборной Красной Англии. Не знаю, техническая была попытка. Техническая попытка. Сейчас смотрю я повтор, чтобы вас, дорогие мои любители регби, не обмануть. Снова передавили нашу схватку. Передавили очень уверенно. Смотрю я на спадоне. Да, это 100% штрафная попытка. Сборная английских графств. 10-9 было. Стало 15-9. И боюсь, что сейчас 10-й номер команды Льюис Денетт сделает счет 17-9. Да, вот так вот две попытки в меньшинстве. И счет уже 15-9. Уже 17-9 на 27-ой минуте. При том, что в схватке у наших соперников было на одного игрока меньше. Аплодисменты. Начальный удар сборной команды России. Никита Чурашов. набегаем ну не знаю то ли набегание то ли может быть солнышко в глаза светило игроку сборной английских графств, но мяч он выронил и схватка сборной команды России ну в районе 22 метров линии да вот так вот 17 очков уже к 28 минуте при том что в первом матче англичане набрали 19 за 80 минут не скажу что мне стало тревожно но как то это небольшой звоночек для нашей команды опять же повторюсь в момент назначаемой схватки в тот момент когда Андреас Падони зафиксировал техническую или так называемую штрафную попытку схватки у наших соперников было 7 человек по прежнему отбывает наказание удаленный Адам Брэнкли 8 номер атакует наша команда Суслов поднимается 8 номер извините Максим Егоров я все Суслов Максим Егоров 8 номер поднимается игрок Красного Яра Чурошов здесь скидывает 12 номеру Конику Петр Коник в этом году он в аренде в Металлурге из Новокузнецка атака это игрок Красного Яра атака нашей команды продолжается обратно на Егорова Максим сам идет два два игрока его захватывают куда разворачивать то нет влево наших малов вправо потеря Чурошов подбирает еще дальше надо бежать Лесниченко Стас Лесниченко перешедший в этом году в Енисея СТМ из Булавы не дали ему пробежать до зачетки но мы продолжаем атаковать давление то есть ребятки надо поднажать еще один удар пик-н-драйв буквально 3-4 метра до зачетного поля сборная России атакует еще раз нападающим пик-н-драйв надо защищать ребятки опоздали опоздали ну как так игрок с мячом ты если идешь дорогой то бери с собой хотя бы одного игрока если нету двух а так ты пошел один конечно же захват и тут же АУ как говорится и никого нету крикнула в ответ тишина но кричать не пришлось но тем не менее тем не менее без мяча мы остались и в данный момент остались без очков игра лежа Спадони красавчик Спадони успел но защищать ему нельзя поэтому он мог зафиксировать только игру лежа штрафной удар ВАУ бьет 10 номер сборной английских графств Льюис Деннет это значит что мы остались без мяча это значит что сборная английских графств может перевести дух напомню еще раз она играет сейчас в меньшинстве у нас закончилась 30 минута первого тайма 17-9 такой счет на данный момент высвечивает табло стадиона Слава коридор выигрывают его англичане этот парень которого я фамилию которого я не устаю повторять в первом тайме Джеймс Аперли он и на земле хороший в воздухе великолепен забирает все что летит в его направлении ну и даже что не в его направлении парень хорошо набегает и так сборная английских графств продолжает атаковать на дальней от нас бровки рак держит мяч конечно же время сейчас играет на англичан потому что они играют в меньшинстве ну что может поборемся за мяч их то нет зачистили хорошо вывод атака в короткую сторону захват не дают англичане нашим за мяч зацепиться девятый номер это Бен Понтон начинает атаку своей команды рак в районе 10 метровой линии на плане поля сборной английских графств и Бен Понтон бьет дальний удар Лесниченко Стас что придумает пытался обмануть оппонента скинул внутрь захвата нет наш рак поднимается теперь уже его захватывают дальше стоит стоит Егоров стоит далеко Макс так не уйдет в короткую сторону 11 номер наш Никита Филиппов игрок Новокузнецкого Металлурга скушали здесь и его и Будыченко и в итоге коридор сборной английских графств пауза пауза в игре оказывают помощь шестой номер это как раз парень который был первым удален Джек Томас капитан команды получил небольшую травму у нашей команды есть время чтобы перевести дух попить водички не скажу подумать о своем поведении все-таки не детский сад и не школа а подумать о своей игре потому что пока конечно если начало было более-менее хорошее то дальше уже мы пропустили две попытки в меньшинстве мы пропустили попытку когда нас передавили передавил соперник в схватке которого было на одного человека меньше это конечно не очень приятный и не очень хороший факт по-прежнему оказывают помощь игроку сборной английских графств 33-я минута матча 17-9 в пользу сборной английских графств ну вот чужой коридор выиграли и то хлеб дальше удар ногой наследует отыграли вроде бы и вернулись туда же где были только уже на противоположную бровку объясню что было для тех кто не совсем хорошо разбирается в правилах регби наш игрок выбил мяч но тот покинул пределы поля самих самого поля не коснувшись вылетел чисто в аут а это значит что мяч будет введен с того места напротив того места где откуда наносился удар Андреас Падони это зафиксировал и игрок был не в 22-метровой зоне соответственно мяч должен был удариться о поле чтобы с той точки где он упал в водили коридор этого сделано не было соответственно коридор сборной английских графств с того места откуда выбивался мяч игра вперед у наших соперников и схватка сборной команды России такой вот аттракцион щедрости то мы мяч забрали у англичан потом отдали теперь они и сыграли вперед надеемся что наши ребята прекратят уже этот аттракцион остановят его потому что конечно нам сейчас желательно до перерыва ну не скажу что попытку занести попытка идеальный был вариант но очки набрать надо нам обязательно чтобы на хорошей на позитивной ноте уйти в раздевалку и дальше уже слушать тренерский штаб в лице Юрия Краснобаева и Владимира Марченко который будет вносить коррективы а коррективы вносить конечно же необходимо 35 минута первого тайма сборная России сборная английских графств 9.17 пока мы уступаем и Никита Чурашов начинает нашу атаку здесь есть лишние дыра есть но бежать надо Будученко Саша беги поперек поддержка нужна Саша сам идет захват рак быстрее надо вводить сейчас мяч пока англичане будут возвращаться хорошо мы прорвали линию защиты арбитр держит преимущество руку показывает что мяч будет возвращен нашей команде если преимущество не будет реализовано Кириллов Чурашов дальше Стас Лисиченко один здесь но идет сам Стасик да еще немножко милый чуть-чуть захватили наш мяч будет отыграем уверен в короткую сторону ребятки тут же подошел Егоров тут же Мишечкин ну к нему Женя Егорова вдвоем вдвоем относит назад идем снова вперед шестой номер нашей команды это был как раз вот Виталий Немцев еще ну попытка спадони молочек зафиксировал 14-17 кто был кто был на мяче смотрю я высоченный блондин нашей команды ну повернись парень посмотрю на твой номер не хочет поворачиваться но это конечно шучу не всех игроков сборной России я знаю в лицо ну ничего буду этот пробился восстанавливать шестой номер как раз это шестой номер Виталий Немцев нападающий Енисея СТМ завершил нашу атаку попыткой и счет стал 17-14 но пока в пользу в пользу сборной английских графств но мы уже рядом ждите мы идем англичане итак Никита Чурашов реализация не скажу что позиция убойная но на мой взгляд вполне по силам Никите добавить в нашу копилку два очка ждем и держим кулачки за Никиту и за его правую ногу очень на нее надеемся 14-7 ждем хорош Никита дай бог тебе здоровья и твоей волшебной ноге 16-17 всего очко всего очко осталось до сборной английских графств 38-я минута матча играем дальше ну что ж уже повеселее уже пободрее всего одно очко и можно как говорится пускаться дальше в погоню за сборной английских графств тем более что любое следующее результативное действие сборной России позволит ей выйти вперед в счете ногой бьет на мой взгляд не совсем оправданно это сделал 11 номер нашей команды Никита Филиппов защитник новокузнецкого металлурга Никита уже в этом году выходил за основную команду это приятно когда молодые игроки играют за первый состав атакует сборная английских графств двенадцатый номер сейчас с мячом это Конор Уилкинсон и прорывают прорывают защиту нашей команды англичане спадони зафиксировал нарушение даже не успел посмотреть что там было видимо игра лежа игра лежа Егоров Максим снова активен парень без прически что называется наголо побрит но тем не менее не только по его лысой голове мы узнаем постоянно на мяче постоянно пытаться пробивать линию защиты и сейчас вот не отошли десять метров англичане поэтому мяч снова у нашей команды теперь уже быстрого розыгрыша не будет да и не нужен он в данном случае мяч у Чурашова видимо Никита будет выбивать в аут на нашем секундомере началась пошла соковая минута матча ну я уверен что у спадони свой секундомер он его по ходу матча останавливал мы помним оказывали помощь игрокам и сборной России и сборной английских графств и думаю еще минимум две минуты регби мы посмотрим а регби сегодня хорошее согласитесь команды настроены на победу заряжены и по самодаче как говорят в таких случаях никаких претензий быть не может да и по игре смотрятся команды прилично коридор сборной команды России как вижу по-моему всех ставит полный коридор нашей команды отыгрывают нет теряем мы мяч к сожалению сборная английских графств его забирает удар нападающими высоковато наш парень пошел а это всегда проблема потому что игрок соперник имеет возможность войти в контакт жестко войти в контакт что и было сейчас сделано прорывают оборону нашей команды шестой номер капитан Джек Томас с мячом его захватывают возвращается возвращается наш игрок это Никита Чурашов снова англичане забирают мяч двойной захват хорошо хорошо играют наши в обороне и нарушение правил смотрю на жест спадони игра лежа да вот он видите две руки тянет он к груди это значит что игра лежа освобожаться от мяча надо было этого наш соперник не сделал поэтому Андрея спадони назначил штрафной Чурашов бьет в аут мяч едва не попадает в нашу командарскую кабину но тем не менее пролетает мимо на нашем секундомере уже 42 минута но я вам сказал как я в принципе и прогнозировал у спадони свой секундомер наверняка по нему нам еще командам еще играть наверное минуту точно коридор сборной команды России снова полный коридор мы играем 7 человек с мячом Ренат Шиповалов хукер нашей команды представители Енисея СТМ мудрим мудрим верчу-кручу запутать хочу но вроде запутали в прошлый раз если помним мы так и не лифтанули нашего игрока сейчас все с лифтом получилось хорошо мяч снова Егоров да снова Максим Егоров постоянно он на мяче такой ненасытный такое ощущение что на сборах у него мяча лишали но это конечно я шучу приятно что наш восьмой номер так активен в принципе он и должен быть восьмой номер быть много атаковать быть активным и постоянно держать напряжение защиту соперника продолжается наша атака Кириллов немцев скидывает еще хороший захват вдвоем нашего третьего номера захватывает это был столб Антон Дроздов его захватили также Антон как и Стас Лесниченко переехал в Красноярск в этом межсезонье но он перешел не в Енисей а в Красный Яр третий номер экс-игрок булавы Антон Дроздов смотрю на спадони вижу что есть жест об игре вперед но нету жеста об окончании первого тайма потому что нам еще играть две минуты ну не нам а соответственно командам две минуты 16-17 пока всего в одно очко сборная команда России уступает но это намного более радужный и приятный для нас счет нежели 9-17 что было еще минут так 15 10-15 назад снова нас передавливают тем не менее Егоров забирает мяч по вееру атака наша начинается скидка кто у нас здесь кто бы он ни был его выкидывают вышвыривают в аут 11-й номер это Никита Филиппов наш крайний трехчетвертной именно его вынесли в аут и коридор уже сборной английских графств продолжается у нас первый тайм последняя минута идет 17-16 в пользу сборной английских графств Алекс Пост сбрасывает на конец коридора неудачная скидка ногой приходится играть игроку сборной английских графств мяч у нас оказывается так вот внезапно неожиданно атакуем атакуем напоследок бы атаку провести хорошую ребятки давайте-ка ухнем эх уже как мяч только летел к нашему игроку было видно что англичанин уже идет на захват а спадони хорош фиксирует нарушение правил а вот сейчас штрафной который мы уверен будем бить поворотом и на этой приятной ноте нам бы уйти на перерыв четвертый номер нашей команды Александр Ильин показывает капитан команды показывает главному арбитру встречи что мы будем бить поворотом ну и правильно в этом случае только и остается что бить поворотом тем более время первого тайма вышло и в любом случае после того как этот удар будет пробит первый тайм будет завершен ну ждем Никиту Чурашова Чурашова ждем его золотую ногу и что эта золотая нога вернет нам лидерство в матче после первого тайма хорош Никита делает счет он 19-17 в пользу сборной команды России на этом первый тайм завершен возвращаемся на стадион слава где сегодня во втором тест-матче молодежная сборная команды России встречается со сборной английских графств и после первого тайма мне приятно об этом говорить со счетом 19-17 выигрывает сборная команда России хотя поначалу все складывалось для нашей команды не слишком радужно атакует сейчас сборная английских графств хороший захват совершают наши ребята что тут на своей половине поля на руках атакуют англичане захват рак ползет игрок вижу я игрок сборной английских графств хорошо парень пополз пополз и заработал штрафной видим удержание мяча сейчас посмотрим на жест спадони еще 10 метров на то что парень мяч не отдает хорошо нам все это на руку толкать не надо зачем не надо Чурошову этим заниматься еще 10 метров но давно я такого не видел трижды наказывал штрафным спадони главный арбитр встречи Андрея спадони я вам представлю если вы не его смотрели первый тайм и в третий раз он наказал штрафным игрока сборной Англии как еще не удалил это удивительно это Льюис Деннет бьющий наших соперников но тем не менее Льюис спасибо тебе дорогой ты сделал все чтобы Никита Чурошов бил поворотом с 22 метров и прямо по центру надеемся Никита не промахнется и наша сборная увеличит свое преимущество давайте посмотрим за ударом Никита а потом я вам расскажу о составах сегодняшних о составах играющих команд Никита Чурошов сегодня пока не промахивается дай-то бог чтобы так было и дальше 22-17 впереди сборная России начальный удар сборной английских граф слышу я голос Владимира Марченко одного из тренеров нашей команды начальный начальный разберите да в первом тайме были моменты когда англичане вешали хорошие свечки и сами же набегали и отыгрывали мяч особенно я в первом тайме это отмечал пятый номер команды Джеймс Эперли этим был что называется отличался можно было его выделить очень хорошо парень набегал и слово сейчас он с мячом по ярко-голубому шлему вы можете его узнать Эперли мяч сохранил атака по вееру 13-й номер сборной команды Англии Алекс Гобли это он с мячом был захват и мы нарушаем правила будет быстрый розыгрыш нет хотел было Бен Понтон разыграть девятый номер но передумал и сейчас сборная английских графств будет выбивать мяч в аут да да будет выбивать в аут пока о составе наших соперников и так номер первый Кинг Хейден номер второй Алекс Пост номер третий Карл Герсайд номер четвертый Дэйл Лемон номер пятый Джеймс Аперли номер шестой Джек Томас капитан команды номер седьмой Дэн Брэдди номер восьмой Адам Брэнкли номер девятый Бен Понтон номер десятый Льюис Деннет номер одиннадцатый Элис Радер номер двенадцатый Конор Уилкинсон номер тринадцатый Алекс Гоббл номер четырнадцатый Джеймс Нил и номер пятнадцатый Чарли Венейблс Вот в таком составе сегодня вышла с первых минут сборная английских графств схватку наша сборная нарушила правила но сборная английских графств имела право выбрать схватку что она и сделала схватка в первом тайме скажем честно мы в этом компоненте в назначаемой схватке проигрывали надеемся что после перерыва уже таких провалов с нашей стороны не будет но тем не менее не просто так сборная английских графств выбрала схватку в ней она имела преимущество в назначаемой схватке и в первом матче и в первом тайме сегодняшнего матча и видим сейчас идет давление восьмой номер мяч держит давит давит наши соперники давит давит поднимает мяч все без нарушения слава богу с нашей стороны здесь обошлось захват девятого номера Бена Понтона ой-ой игра вперед я уже было мне показалось что игрок сборной английских графств пробежал между двумя но нет игра вперед и схватка сборной команды России как раз хороший повод рассказать о составе нашей команды итак номер первый Евгений Мишечкин номер второй Ренат Шиповалов номер третий Антон Дроздров номер четвертый капитан команды Александр Ильин номер пятый Владимир Суслов номер шестой Виталий Немцев номер седьмой Рафаэль Лоскутов номер восьмой Максим Егоров номер девятый Иван Кириллов номер десятый Никита Чурашов номер одиннадцатый Никита Филиппов номер двенадцатый Петр Конник номер тринадцатый Александр Будыченко номер четырнадцатый Иван Овчинников и номер пятнадцатый Станислав Лесниченко а у нас замена на поле появился Зиана Алексис Понту Понту Алексис Понту кого он заменил я пока не знаю вернее я не увидел ну разберемся Чурашов бьет ваут не совсем далеко но тем не менее игру мы на какое-то количество метров от своей зачетки отодвигаем Атака сборной английский Грасс после коридора Ну что там у нас хорошо мы завязали выдавили соперника метров на пять шесть от своей зачетки подальше Рак продолжается атака сборной английских графств пас неудачный но тем не менее мяч стоит у наших соперников захват в ноги это Чурашов продолжаем защищаться продолжаем в короткую сторону четвертый номер с мячом Дейл Лемон именно он атаковал сейчас удар ногой на ход себе ух как опасно было но тем не менее Андреас Падони возвращает мяч нарушение правил и преимущества не было реализовано поэтому снова схватка сборной английских графств быстро разыгрывать они не будут подозревая что выберут они схватку в основном эту команду представляют студенты как студенты из Шотландии так и у Эльса ребята которые учатся в тех или иных вузах ну и есть несколько человек которые свое обучение уже закончили итак снова схватка сборная английских графств выбирает схватку у нас двойная замена на поле появляется 17 номер Денис Машкин нет защищает защищает соперник хорошо в ноги захват продолжается атака сборной английских графств мы защищаемся убирают наших игроков из рака набегаем но захватывать то надо немцев набежал и проскочил мимо шестой номер Виталий Немцев надо захватывать Виталик дальше атакует сборная английских графств ну рак наш игрок отползает пытается отползать Денис Машкин теряем но вот это уже да и снова преимущество не реализовано снова забирает мяч себе сборная английских графств вне игры характерным жестом Андрея Спадони фиксирует нарушение а мы ждем что выберет выберет сборная английских графств но отсюда вполне можно и проворотом пробить ждем нет не будут они бить снова выбирают иное решение на этот раз не схватка а коридор что и постарается сейчас заработать для своей команды 10 номер Льюис Денетт что он в принципе и делает коридор в 5 метрах снова мы защищаемся тяжело тяжело во втором тайме приходится нашей команде 52 минута идет матча 22-17 в пользу сборной России пока но тем не менее мы защищаемся во втором тайме большую половину времени проводим на своей половине поле ну не уверен но тем не менее забирает соперник мяч себе не без проблем в коридоре это было сделано Рак в правую атакует сторону ой-ой-ой-ой-ой все-таки нас обманули что называется разделе попытка сборной английских граф 53 минута матча сейчас посмотрим какой номер попытку совершил попытка сборной граста в кличе 22-22 по-моему 15 номер тяжело сказать сейчас еще раз повтор мы глянем но тем не менее на счет становится 22-22 15 номер команды Чарли Венейблс уравнивает счет в этом матче к сожалению еще штрафное реализация у Льюиса Деннета есть возможность у сборной английских граф выйти вперед в этом матче каждого танка Да, забивает, забивает реализацию Льюис Деннет. Счет становится 24-22 в пользу сборной английских графств. Ну что сказать, что первая попытка наших соперников, что вторая получилась, что называется, на пустом месте. К сожалению, не очень хорошо мы сработали в защите, хотя до этого, в принципе, защищались безукоризненно. Вот до, имеется в виду, до этих двух моментов. Итак, продолжается наш матч. Сейчас мы увидели короткий удар, мяч прошел 10 метров, наш игрок был первым на мяче, но затем последовала игра вперед. И схватка сборной английских графств, а у нас на поле 21-й номер Олег Киносьян. 21-й номер сборной команды России Денис Федоров. Да, Денис Федоров, прошу прощения, а не Олег Киносьян. Заменил он Ивана Кириллова с заменой полузащитника схватки Денис Федоров. Именно он вступил в игру, игрок Енисея СТМ. Свисток с подони, останавливает мяч, и мяч, и матч останавливает. Я думаю, не ошибусь, и так, и так скажу. Снова будет введен мяч в игру. Сборная России будет вводить мяч, вернее, сборная английских графств будет вводить мяч в схватку. Девятый номер этой команды Бен Понтон. Атакует, выводит мяч сборная английских графств в схватке. Двенадцатый номер хорошо прорывается. На ногах идет, посмотрите, это Конор Уилкинсон. Это именно он прошибает, продавливает оборону нашей команды. Тут же Чарли Вен Эйблс, пятнадцатый номер, автор попытки. Готовят в короткую сторону атаку англичане. Зиана Алекс Пунтут. Именно он сейчас в левую сторону бил. А это пятый номер Джеймс Аперли. А это штрафной в пользу сборной английских графств. Но в втором тайме намного больше мы нарушаем правила. Андреас Подони все видит, все фиксирует. Этот рефери из Италии. 57-я минута матча. У нас пока 24-22 в пользу сборной английских графств. Под диктовку этой команды проходит пока второй тайм. И в начале мы отметили штрафным в начале второй половины. Но это было единственное наше результативное действие. Да, наверное, единственная наша атака во втором тайме. После которой мы смогли набрать какие-то очки. Далее вся игра идет на половине поля сборной команды России. Коридор. Пять человек в коридоре. И у нас, и у сборной английских графств. Хоп, на вторую. Перемудрили нас, перехитрили на вторую точку. Хорошо отыграли англичане этот мяч. Прорыв, скидка. Что-то из игры сборной Фиджи, да, семерочной. Которая очень любит мяч как-то подкидывать, когда есть поддержка. А поддержка у сборной Фиджи есть всегда. Сейчас была поддержка в атаке сборной английских графств. Но была также игра вперед. Поэтому схватка сборной команды России. Но замечу, что снова нашу оборону сейчас прорвали, продавили, прорезали. И это еще один не очень хороший звоночек для наших ребят, для подопечных Юрия Краснобаева. Схватка сборной команды России. По-прежнему игра идет на половине нашей команды. Денис Федоров бьет в аут, но ничего ему не оставалось. Как ударить в аут? Уже накрывали Дениса. Не самый, скажем так, дальний удар. Но это лучше, чем, наверное, попытка. Которую мы сейчас избежали. И у нас еще одна замена. 20-й номер Глеб Гавриленков появился на поле. Посмотрим. По всей видимости, игрок в линии трехчетвертных займет место. Коридор мы чужой забираем. Насколько я помню, да, и Денис Федоров уже расставляет своих игроков. Готовит удар, вынос мяча. Один удар нападающим мы сделали. А теперь, видимо, увидим уже удар ногой. Надо из своей зоны, конечно же, выходить. Чурашов. Чурашов, Чурашов. Не совсем удачный удар у Никиты получается. Мяч вышел за пределы поля, но не так далеко. И снова, снова мы защищаемся. Второй тайм пока проходит полностью под диктовку сборной английских графств. Это и по игре видно, но, наверное, и по счету. 7-3. Второй тайм пока за англичанами, которые сейчас забирают свой коридор. Пас. Захват. Четвертый номер сборной английских графств. Это Дейл Лемон был с мячом. На руках идут англичане. 21-й номер. Тим Битриум сейчас пытался прорезать нашу оборону. Ничего не вышло. Но, тем не менее, мяч остается у сборной английских графств. В короткую сторону. Виталик не... Нет, это не Виталик. Это 17-й номер. Потасовка. Потасовка. 17-й номер. У нас это Денис Машкин. Едва не случилась. Потасовка. Продолжают наши ребята толкаться. А тем временем Андреас Падони наказывает соперника штрафным ударом. Наш игрок возвращался к себе, к своим. Но его толкали. Это нарушение правил. Андреас Падони дает нам возможность отыграть какое-то количество метров. Но с ударом что-то во втором тайме у Никиты Чурашова дела обстоят не лучшим образом. Практически ничего не отыграл, учитывая, что имел довольно-таки неплохую позицию для удара. Аут был близко. Можно было бы, конечно, подальше ударить. Но Никита не смог этого сделать. Поэтому коридор между 10-метровой линией и центральной линией поля. На первую точку забираем. Хорошо наши ребята играют. Идут, идут. И вот первый номер Мишечкин скидывает Федорову. Тот на край 14-му номеру Овчинникову. Отыгрываем. Дальше немцы. Немцев, да. Это Виталик Немцев. Автор нашей единственной попытки во втором матче. Федоров Чурашов. Дальше. Есть лишние, ребятки. Беги. Беги. Скидка. Ну-ну-ну. Мяч у нас. Атакуем вторым. И что, вторым темпом? Мы сможем так сказать. Наша первая линия в игре. 5 метров за счетного поля. Выводим мяч. Дениска Федоров. Выводи, дорогой. Выводит. Атакуем. Суслов. Выкладывает Вова. Федоров обратно в левую сторону. Чурашов на край. А Никите Филиппову уже неудобно было. Но, тем не менее, штрафной. Преимущество нереализовано. Чурашов бежит за мячом. Что выберем? Схватку брать, я думаю, не нужно здесь. А вот в аут, наверное, выбьем. Ждем решения нашей команды. Тут Чурашов. Тут Немцев. Сам Немцев. Виталик. Ну, с подони. Подними руку. Нет, Андреа все видит. Нет попытки. Несколько метров сами нападающие. Пик-н-драйв так называемый. Мне кажется, уже в зачетке мяч. Но нет, это всего лишь мне кажется. Мне, конечно, хуже видно, чем главную арбиту встречи. Андреа с подони. Ну... Пу-пу. Схватка в пяти метрах. Схватка в пяти метрах. Нет приземления, дорогие мои друзья. Нету. А так хотелось, чтобы оно было. 63-я минута матча. 24-22 в пользу сборной английских графств. И у нас схватка в пяти метрах от зачетного поля. Сборная английских графств. Наша команда в атаке. Отличная возможность снова выйти вперед в этой встрече. Нужен, буквально необходим, словно глоток свежего воздуха. Нам быстрый вывод мяча, поскольку в схватке назначаемый мы явно уступаем. Выводим нарушение. Спадони фиксирует, что там он показывает. Надо разыгрывать. Федоров разыгрывает. Ну, дай нападающим. Мяч выскакивает, но назад. Назад. Не было игры вперед. Дальше. Дальше Никита, дорогой. Ну, подбирай. А эх, овчинников Ваня. Ваня в правую сторону уйти. Да Федоров сам поднимает. Денис идет. Нет, попытки нет. Его хватает. Двое захватывают. Мяч у нас. Я вижу, вот он лежит. Быстрее, ребятки, дорогие. Быстрее. Пикендрайв там. Лесниченко в зачистке. Ну, наша атака продолжается. Пикендрайв идет, идет. Англичане пока очень хорошо защищаются. Федоров дальше в центре. Чурашов. Ну, сам есть попытка. Чурашов. Никита. 27-24. Никита. Чурашов. Номер 10. 27-24 становится. 27-24. Впереди сборная России. Нормально, да? Да, выключим. Попытка сборной России. Никита Чурашов. 27-24. Россия впереди. Сам же Никита готовится бить реализацию. Ну, хорошо, хорошо. Ребятки наши ответили тем же сборной английских графств. Хорошо, мы подолбили, растянули. И Никита Чурашов уже сам нашел брешь в обороне сборной английских графств. И приземлил попытку. Это вторая попытка в двух матчах Никиты Чурашова. Да и вообще, большую часть очков Никита, большую часть очков сборной России в этих двух матчах набрал именно Никита Чурашов. Забил все штрафные и реализации. И также прибавил еще две попытки. И впереди у Никиты реализация. Очень надо бы ее, Никитка Дорогой, забить. 27-24 пока. И ждем реализацию от Никиты Чурашова. Точин Чурашов. 29-24. Спереди сборная России. На поле касается сборной России. На поле касается сборной Российской巡aggi. И двадцатый номер. Начальный удар сборной английских графств уже повеселее. Ведем 29-24, но при этом мяч теряем. Игра вперед при начальном ударе. Преимущество продолжает разыгрывать сборной английских графств. 29-24. Интереснейшая игра сегодня у нас. Великолепный матч. Обе команды заряжены, настроены на победу. Атакует сборная английских графств. И посмотрите, какой прорыв восьмого номера Адама Брэнкли. Отыграл он метров 15-20. Захват с нашей стороны, но тем не менее очень опасно. Захватываем снова. Снова рак там. Зачистка. Возвращает Андреас по доне мяч на точку. Нереализовано преимущество. Сборная английских графств не торопится. Схватку чую-чую. Возьмут эти парни в белых рэкбиках сейчас схватку. Да, показывает. Показывает один из игроков, что схватку они берут. И мяч будет водить сборная английских графств. И, конечно, но атакует сборная английских графств. Итак, мяч будет введен в игру. Сборная английских графств. Девятый номер Бен Понтут его подбирает. И нарушение правил. С подони подоспел очень вовремя, дорогой ты мой итальянец. Что он показывает? Закрывал мяч, выход мяча игрок сборной английских графств. Этот парень такого не слишком мощного телосложения, но с такой брутальной бородкой. Правильно поднял руку. Правильно, потому что мы все, конечно, болеем за сборную России. Но нарушение, конечно же, было. Я так шучу немножко. Закрывал выход мяча игрок сборной английских графств. Поэтому мяч переходит к сборной команде России. И в аут мы будем его выбивать сейчас. Снова смотрю я не очень далеко. Но, тем не менее, главное, что коридор наш. Главное, что вводить мяч в игру будет сборная команда России. На 70-й минуте матча. 29-24. И впереди у нас самые интересные, самые напряженные 10 минут этой встречи. Игра вперед. И снова мяч у сборной английских графств. К сожалению, проигрываем. К сожалению, проигрываем свой... Не то, что проигрываем, делаем забросы. И снова защищаться приходится. Заканчивается 70-я минута матча. И счет... Счет 29-24 в пользу сборной России. Но нам надо защищаться. Нужно сдерживать натиск сборной английских графств. Нарушаем правила. Денис Федоров. Наш 9-й номер нарушает. Отошли 10 метров или нет? Не вижу я. Спадони руку преимущества не держит. Значит, уже прошли они эту линию преимущества. Сборная английских графств. В раке идет борьба за мяч. И уже нарушение у сборной английских графств. Блестящее. Наверное, игра лежа. Ждем жеста. Спадони. Нет, быстро разыграем. Зачем? Зачем Никита Чурашов? Зачем Никита? Правильно, правильно сейчас. Хорошо, вернее, что Спадони возвращает мяч. Отсюда все-таки нужно уйти ногой, уйти в аут. И там уже от коридора пытаться выстраивать свою атаку. Не дал Спадони быстро разыграть мяч Чурашову. Будем бить в аут. Чурашов. И снова у Никиты не получает. Да что ж такое-то? Никита Чурашов отдает мяч Англии. Отдает. Никита. Нельзя так. Дорогой ты мой. Нельзя. Самые ответственные моменты матча. И такие удары. Очередную атаку нам приходится сейчас отбивать. Англичане в короткую сторону идут. Двойной захват. Относим игрока сборной английских графств. Назад. Это хорошо. Это очень здорово. Сейчас сыграно было. Еще одна атака. Мяч у соперника. А мы в защите. Мы все защищаемся. Здорово. Двойной захват. Один игрок в ноги. Другой вверх. Нарушение Спадони. Как я люблю, когда этот парень поднимает руку, которая направлена в сторону сборной России. Это значит, что наш штрафной. Это значит, что наш штрафной с мячом... А, игра лежа. Игра лежа. Две руки. Две кисти рук. Груди. Притянутые. Главного арбитра. Это игра лежа. А мы ждем удар. Чурошов не бьет. Мы видим, отдает Никита мяч. Видит, что ваут у него не получается. Получается поворотом. Не получается ваут. Поэтому бьет уже другой наш игрок. С левой ноги. Но вот это уже поприличнее. Уже получше. Уже можно продышаться. И мы переходим потихоньку на половину поля сборной английских графств. Счет матча 29-24. 73-я минута матча. И начинается самое вкусное. Самое захватывающее. Самое интересное. Особенно, когда разница в счете всего 5 очков. На расстоянии одной попытки находятся команды. И впереди пока сборная России. Свой коридор мы снова проигрываем. Какая-то ерунда происходит. Перебросил дальнюю точку. Наш хукер Денис Машкин. К сожалению, из спорной английских графств. Уже на скорости атакует. Проходят они центр поля. Рак. Зачистка. Дальше. Хорошо. Они держат мяч. И тут лишний есть? Нет, нет. Мы защищаемся. Хорошо. Захват. Двойной снова захват. Чурашов здесь поработал. И Овчинников вдвоем они... Но видим, видим спадони. Показывает, что преимущество, преимущество. Нарушили мы правила в Раке. Атакует, атакует сборная английских графств. Прорывают они эту линию, линию преимущества. Проход. И как же не хочется, чтобы этот парень приземлил мяч. А он его приземлит сейчас. К сожалению, да. Попытка. Попытка сборной английских графств на 74-й минуте. Попытка команды сборной графства Англии. Номер 18-й Макс Берри. Ничья. Макс Берри совершил забег в зачетку сборной команды России. Счет стал 29-29. Да, обидно. Обидно. И как-то... Продавили, прорвали нас. Не выдержали мы этого натиска. Все началось с этого коридора. Помните, да? Денис Машкин пробросил свой мяч, который должны были забирать. Мы проиграли. И пошла атака. И уже здесь мы не справились. Линию нашу прорвали. И Макс Берри убежал. И 20-й номер сборной английских графств. Это Джек Харрисон. Сейчас будет бить поворотом. И в случае, если Харрисон забивает, то преимущество сборной английских графств становится равно 2 очкам. 31-29. Надеемся, что Харрисон не так точен. И удары сбоку, удары с края его Ахиллесова пята. Ну, подождем. Да, я как в воду глядел. Это действительно его Ахиллесова пята, по крайней мере, на данный момент. Харрисон промахивается. 29-29. И все самое интересное, я повторюсь еще раз, у нас впереди последние 5 минут матча. 75-я минута встречи заканчивается. 29-29. Ничья в этом интереснейшем и захватывающем матче. Продолжается матч на стадионе Слава, где сборная команда России. Наша молодежная команда принимает сборную английских графств У-20. По-прежнему у нас 29-29. И сборная России атакует. Ох, скажу так, Парыгбиному навел сейчас своего партнера. Это, по-моему, у нас с мячом был. Не вижу, кто подняться. Поднимается. Поднимается это Никита Филиппов. Никита Филиппов, игрок Металлурга Новокузнецка. Именно его сейчас жестко захватили. А это игра вперед. А это игра вперед. К большому сожалению. Игры вперед не было. От головы мяч отскочил. Поторопился я немного. Но, тем не менее, мячом владеет сборная английских графств. На бровке. Вот на ближней к нам бровке. Сейчас рак. Еще один удар будет. Наши двоем захватывают. Двойной захват. Дальше. Проброс будет. Нет. Игрок сам идет. Скидка. И снова прорывают нашу линию. Нет. Спадони. Спадони фиксирует пас вперед. И схватка сборной команды России. А на нашем секундомере 77-я минута матча. 77-я минута матча. И счет у нас 29-29 ничья. Прекрасная погода. Прекрасная атмосфера на стадионе Слава. Прекрасная игра обеих команд. Сегодня играть еще 3 минуты. Но, конечно, я могу сказать и не ошибусь, наверное, если поблагодарю и сборную России, и сборную английских графств за сегодняшний мать, за сегодняшний праздник. Который они доставили и тем людям, которые смотрят нас по видеотрансляции. И тем, которые сегодня пришли на стадион Слава. Схватка сборной команды России. Мы мяч отыгрываем. Федоров дальше. Дальше здесь у нас 14-й номер. Крайний трехчетвертной. Овчинников Ваня. Дальше 20-й номер. Глеб Гавриленков. Рак. Федоров. Чурашов. Никита. Ну, придумает что. В край отдает. Удар ногой будет. Нет, наш игрок сам идет. Его захватывают двое уже. Рак. Забираем мяч. Атака нападающими. Хорошо наши парни продвигаются. Зачистка нужна, ребятки, здесь. Игра вперед. Игра вперед. Так хорошо все начиналось. Проходили мы, продвигались вперед с помощью нападающих. Но игра вперед. Андреас Падони фиксирует у нашей команды. И схватка сборной английских графов. Я все время поглядываю на монитор. А на мониторе закончилась 78-я минута матча. 29-29 ничья. Очень хочется, конечно, чтобы наша команда взяла реванш за поражение в первой встрече. Но пока ничья. Тем не менее, игра на половине поля сборной английских графств. Продолжается схватка наших соперников. Ждем, что... Какое будет продолжение после этого стандартного действия. Накрываем удар. Блокируем его. Хорошо. А помните, в первом тайме в такой же практически ситуации на том же краю Наши ребята ошиблись, подарив попытку 13-му номеру сборной английских графств Алексу Гобли. Именно он тогда, получив мяч буквально в руки, когда ему в руки его ударили, пробежал метров 20-25 и положил мяч в зачетном поле сборной команды России. Но сейчас у нас перехвата не получилось. Но тем не менее, удар заблокировали. Забирает парни в белых рэкбиках мяч в коридоре и начинает свою атаку на руках, заметив своих 22-х и не думает бить ногой. Ну, Спадони уже готов. Да, да, да! Говорю я вам, дорогие мои друзья. Это игра лежа. Игра лежа со стороны сборной английских графств. А это значит, что у нас есть шанс выйти вперед. Молодцы, парни. Ждал я уже паузу небольшую сделал, потому что увидел, что кто-то из наших парней вцепился мяч, но вцепился по правилам. Игрок с мячом обязан отпускать его. Не сделал этого оппонент нашего парня из сборной английских графств. Это значит, что штрафной удар и напротив ворот Никита Чурашов. Никита, дорогой, 80-я минута. Все мы просим тебя забить. Просим реализовать этот штрафной. Реализовать так, как ты делал это в предыдущие свои попытки. В предыдущие свои удары со штрафных и с реализацией. Все мы давайте немножко замолчим. И дадим Никите настроиться и пробить поворотом. На нашем секундомере закончилась 80-я минута матча. 29-29. Никита Чурашов. Россия номер 10. 32-29. Россия впереди. 32-29. Я сделал паузу специально, чтобы вы послушали объявление Диктора. Послушали реакцию трибуны. Мы выходим вперед. 32-29. Итак, последние секунды этого матча. Не исключаю, что после следующей паузы Андреас Падони даст финальный свисток. Но, тем не менее, пока встреча продолжается. И пока у сборной английских графств есть шанс не только сравнять счет, но и выиграть эту встречу. Им необходимо класть попытку. При других раскладах они выиграть этот матч не смогут. Схватка сборной английских графств. Идет давление. Наши ребята стоят. Но, конечно, разворот идет. Разворачивают нас. Подбирает восьмой номер. Стоим, стоим наши. Стоят наши ребята насмерть. Рак. Главное не нарушать правила. Атака сборной английских графств. Захватываем в ноги, Чурошов. Там идет скидка. В ноги, дорогие мои. В ноги, ребятки. Берем в ноги. Берут. Хорошо. Рак. Рак. Забирает мяч сборной английских графств. Атака продолжается. Снова мы берем вдвоем. Даже теперь один человек нас взял захват и положил на землю соперника. Спадони дает преимущество. Как жаль, что мы нарушили правила в Раке. И дали шанс сборной английских графств пробить поворотом. Но атака продолжается. Есть преимущество. Спадони держит руку. Держит. А это значит, что при потере мяча встреча не закончится. А будет возможность у англичан еще атаковать. Преимущество держит Спадони. Держит Спадони. К сожалению, штрафной нарушаем мы правила. Не выдержали этого давления в Раке. Теперь вопрос главный. Что выберет сборная английских графств. Либо они выберут продолжение встречи. Либо просто ударят поворотом. Дабы позиция убойная. И они сравнивают счет, если попадают поворотом. Я вижу, что они собираются. Они бить поворотом. Они будут пытаться положить попытку. Нет, схватку. Ну, то же самое. Соответственно, розыгрыша не будет. Будет схватка. На нашем секундомере 83-я минута матча заканчивается. Но смотреть на секундомер уже бесполезно. Главный секундомер у Андреа Спадони. У этого итальянца с прекрасной черной бородой. Именно он сегодня обслуживает встречу. И, на мой взгляд, справляется со своими обязанностями на оценку 5. Отлично. И сейчас схватка сборной английских графств. Ребята, нужно стоять. Стоять насмерть, что называется. Это не громкие слова. Это то, что нужно сделать нашей команде сейчас. И не нарушать правила. Выводят мяч из схватки. Защищаемся. Захват нужен. Захват ноги есть. Но игрок сборной английских графств из него вырывается. 5 метров до засчетного поля сборной России. 3 метра. Преимущество. Снова преимущество. Снова преимущество. Наши защищаются. Есть захват, но и есть спадони, который держит руку. Который показывает, что в случае потери мяча, тот снова вернется к сборной английских графств. Они атакуют. Ожесточенное сопротивление сборной России. Ожесточенное. Выдавливаем англичан. Мы выдавливаем. Линию кричат сбровки наши тренеры. Наши запасные. Но линию держим. И снова до зачетки. 3-4 метра. Совсем чуть-чуть остается сборной английских графств. До нашей зачетки. Атака в короткую сторону. Еще ближе. Они на метр стали. До попытки. Но спадони. Спадони. Помним мы, что этот парень держал руку поднятой. А это значит, что преимущество не было разыграно. Тут Артур Коптюх. Боковой арбитр пытается погасить страсти. Страсти погашены. А спадони лезет за, по-моему, желтой карточкой. Да? Не вижу я. Да. Показал спадони желтую карточку. Неужели Чурашов это? Похож парень на Чурашова этот. Ну, посмотрим. Сейчас. Да, Никита Чурашов. Десятый номер удален. Да, Никита Чурашов. Выбирает схватку сборная английских графств. Это схватка в пяти метрах. И ждем мы, конечно, сейчас давление. В назначаемой схватке мы проигрывали и в первой игре. Проигрываем и сегодня. К большому сожалению. Сейчас будет очень сложно. Все устали. Все на последнем, что называется, издыхании. Мяч вылетает из схватки. Захват. Ребятки, только не нарушать, дорогие. Не нарушать. Защищаемся чисто. Защищаемся без нарушений. Без фолов. Особенно в раке. Мяч вылетает. Можно играть. Играйте. Захват. Метров семь зачетного поля сборной России в защите. Еще один захват. Ну, выносим. Выносим его подальше. Нет, подальше не получилось. Получилось наоборот поближе к нашей зачетке. Снова нарушение. Снова нарушение. Какое подряд уже не знаю. Уже потерял я счет этим нарушением со стороны сборной команды России. Вне игры фиксирует Андреас Падоник. Главное, чтобы он еще одного нашего игрока сейчас не удалил. Напомню. Доигрываем мы в 14 человек. Никита Чурашов удален. В составе сборной команды России. Видимо, в 14 человек мы эту встречу доиграем. Вопрос ли с том. Выстоим или не выстоим. 32-29. Впереди сборная команда России. Но игра будет продолжаться до того момента, пока мяч не будет мертвым. Штрафной. Это, к сожалению, не повод закончить игру. К большому сожалению. Поэтому Андреас Падони игру продолжает. Англичане выбирают схватку. Они давят. Они давят. Снова мы нарушаем. Быстрый розыгрыш. Нет, Падони не дает быстро разыграть. Он возвращает мяч на точку, где были нарушены правила нашими игроками. Что-то показывают игроки сборной английских графств. Они снова будут выбирать схватку. Они понимают, что в схватке они сильнее. Они понимают, что они мощнее. Они понимают, что они переталкивают нашу команду. Еще одна схватка. Очередная схватка сборной английских графств. И нам нужно стоять. Нам нужно постараться выдержать этот просто огромный натиск. Есть! И мы выдержали. Они нарушили правила. Сдали нервы у англичан. Сдали. А мы выдержали. Мы показали, что настоящий русский характер существует. Что это не были, не басни. И не придумано ничего. Мы разыгрываем. Мы выбиваем в аут. И мы побеждаем в сегодняшнем матче. 32-29. Эти парни в красных регбиках сделали большое дело. Они выиграли и взяли убедительный реванш. Ну, не убедительный, но взяли реванш. Нашу сборную английских графств в этом прекрасном, великолепном и умопомрачительном по накалу матче. 32-29. Мы поздравляем всех любителей регби. Поздравляем нашу сборную. Тренерский штаб с этой блестящей победой. Спасибо, что поддерживали сборную своих мониторов. Спасибо, что были с нами на стадионе Слава. Спасибо, что следили за этим матчем. С вами был руководитель пресс-службы Федерации регби России Антон Халезов. Любители регби, смотрите регби. Не забывайте, что регби – это самый лучший вид спорта с мячом. Ура! Слава Богу!